Тры рыбаки стали охвярами першых от тонкого лёда. В Бабруйском районе потанули батька с сыном, в Чаусском районе – мясцовый пенсионер. Усеяны вудили на водоёмах, где лёд был тушчинёй каля трёх сантыметров. В озеро Тарасово Бабруйский район. Арандатор водоёма Минское будовничье управление. На тонкий лёд тут вышли батька с сыном. Одному 57 год, другому 34. Их телы выратывальники знайшли у проталине у 30 метрах от берега. Хотелось бы задать вопрос нашим рыбакам. Сколько необходимых ещё предупреждений, сколько необходимых ещё репортажей, сколько случаев надо и смердей, чтобы они поняли, что на тонкий лёд выходить нельзя. Трагедией завершилась рыбалка и на карьере в Чаусском районе. Пенсионер вудил на льду тушчинёй у 2 сантиметра. Пенсионер 64 года, днём ушёл на рыбалку. Жена позвонила уже в милицию в районе 8 часов, потому что он не вернулся с рыбалки. Когда выехали на место, обнаружили провал, и вот он обнаружил. Я ещё в субботу у Могилёвина-Фатинской затоцы выратывальники налишили 30 рыбаков. Я не имею власти, то есть ни административной, никакой, ни наказать рублём, нету такого закона. Я имею право только предупредить. Предупреждали? Предупреждал. И что? Ну, азарт, рыбаки, ну, говорят, всё хорошо, всё нормально. У неделю рыбаков на затоцы не было, как и льду на водоёмах. Однако выратывальники всё ровно занепокоенные. И нагадывают, беспечным может лишиться только лёд, то уж чиняя кого не меньше 7 сантиметров. Хочется напомнить и рыбакам, и родителям о том, что тонкий лёд, он опасен и для взрослых, это рыбаки, и для детей, которые сейчас могут оказаться в водоёме. Иметь при себе индивидуальные средства спасения. Либо самоспас, либо верёвку. И соблюдать осторожность при передвижении по льду. Наталья Ильинич, Дианис Бутылин, Новинрогион.